Свой творческий путь Алена Маклецова начала в первом классе, записавшись в хоровую студию «Каданс». Первый педагог Алены сегодня художественный руководитель Республиканской филармонии Марина Штарк о своей ученице говорит только в превосходной степени. Какие бы ноты ни попадали девочке в руки, на следующий день они были выучены. Поэтому, когда Алена после школы замахнулась сразу на ГИТИС, никто не удивился. Мы музыканты учимся 17 лет. Мы учимся в школе, учимся в училище, учимся в институте и потом еще полжизни учимся. А Аленушка, перепрыгнув у училища, она сразу после школы поступила в ГИТИС. Понимаете, ну то есть это как бы Сабакана сделала прыжок и сразу в космос. Потому что Государственный институт театрального искусства в Москве – это один из самых желанных вузов для всего мира. ГИТИС Алена окончила с отличием, получив специальность актриса музыкального театра. Сегодня она ведущая солистка театральной компании «Айвенга», актриса мюзиклов и рок-опер. После ГИТИСа ей по силам любое музыкальное направление. ГИТИС На базе этих знаний и полученного мастерства можно сказать, что любой другой вид и разновидность вокала дается гораздо проще. Потому что ты приходишь, у тебя уже есть развитый диапазон, и тебе говорят там спой внизу, ты поешь внизу, верхние ноты, они тоже есть. То есть диапазон позволяет петь произведения разных жанров. В Абакане Алена выступит в рамках проекта «Птицы родной земли». Концертная программа, которая прозвучит 27 апреля на сцене Республиканской филармонии, самая разнообразная. Это арии из классических опер и оперет, а также произведения из мюзикла. Я думаю, будет интересно не только взрослым, но и детям, потому что все-таки мультик «Русалочка» все смотрели, «Красавица-шведовище» тоже. Поэтому пыталась составить концерт, чтобы он был интересен всем, не только определенному публике. И также будет два сюрприза, которые мы готовим с девочками нашими, с одного коллектива, с хора «Каданс», естественно. И мы готовим два квартета разноплановых. Надеюсь, что это получится. Концерт нашей землячки с классическим названием «Души прекрасные порывы» состоится 27 апреля. Сопровождать выступление Алены Маклецовой будет симфонический оркестр Хакасской Республиканской филармонии. Олеся Калиниченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова